Я думаю, никто не ожидает Я ожидал, что это может вылиться, тем более в такую серьезную ситуацию И чего же говорить обо мне или каких-то простых спортсменах, которые делают свое дело, тренируются и ждут соревнований Это потом уже, когда нас закрыли, закрыли манеж, мы поняли, что ситуация серьезная Нужно максимально адаптироваться к домашним условиям и придумывать какие-то тренировочные программы, уже исходя из ситуации, сидя дома Но хочу сказать, что в этом году я планировал отдыхать и выступать очень редко И в первую очередь восстановиться психологически от всех вот этих перипетий, скалолазных соревнований Поэтому новость о том, что закрыли манеж, о том, что не будет соревнований, я воспринял нормально Потому что я ни к чему не готовился, я просто тренировался, просто наслаждался тренировками и каждый день Я считаю, что вот этот карантин, время самоизоляции позволило поработать на самоорганизации Именно своей бытовой деятельности То есть, когда у тебя куча времени, ты проводишь это время дома Тебе нужно постоянно что-то придумывать, как-то задействовать свое время Как-то потратить его с пользой это время, при этом не выходя из дома И при этом, что нету и не будет людей какое-то время, которые могут тебе организовать засуг, как это было раньше То есть, открытые кафешки, пожалуйста, ты можешь пойти и попить кофе там А не приготовить его дома 5 раз, 6 раз Закрыты все залы, нет тренеров И должен сам все придумывать дома И получается, что именно такой аспект самоорганизации можно было повысить И, наверное, этим я и занимался Получается, ну, не два, а три зайца убивал тренировки, видеоконтент И пытался развивать свой креатив, творчество Да б***ь, да б***ь Я думаю, что в интернете было очень много шуток Я в том числе не понимал всего этого ажиотажа, когда все скупали в прилавках магазина Хотя я не замечал каких-то вещей или продуктов, да, недостаток этих вещей и продуктов в магазине И, ну, поначалу было весело и смешно, но потом, когда уже все перенасыкились этим контентом В первую очередь про гречку или туалетную бумагу Стал уже, ну, абсолютно безравен Равнодушно к этому относился Но парочку видосов, в том числе с туалетной бумагой, я успел сделать Именно уже до того, как люди устали с этой такой большой авантюры шутки Ура! Какой-то свой трассы снять? Спасибо Телограмм появился уже под конец самоизоляции, наверное, ну, как сейчас, можно уже говорить Потому что мы все-таки уже видим свет в концерт-туннеле, что-то началось открываться И вполне возможно скоро откроется зал Но тогда, когда мы планировали открыть и построить этот зал Все выглядело печально, да, мы так же не могли тренироваться И получается, что начали уже думать, как не только креативить дом и тренироваться дома Но что же все-таки сделать более существенное вне дома Но при этом соблюдая все рекомендации и новые законы И у меня оказалось, можно где сделать скалодром Это дача, которую уже строю 8-9 лет Этот гараж вообще никак не был задействован Он был забит мусором, стекловатой, различной мебелью, досками И приняли решение почистить этот гараж и построить небольшой скалодром Слава богу, что были партнеры и спонсоры, которые помогли и с деревом И, что самое главное, с зацепками, которые стоят очень дорого И чему очень благодарен скалодром РУП Ура! Ура! Ура, товарищи! Здесь я, наверное, приведу пример спортсмена Степана Джизофи из Италии Совсем недавно возникла ситуация, когда по определенному ряду стечения обстоятельств И определенному ряду правил его лишили возможности бороться за олимпийскую пятерку Все думали, что сейчас начнется пить слежи о том, что его лишили мечты Олимпийская медаль и так далее Но он очень адекватно написал пост Отнесся к этому, написал, что сейчас для человечества есть гораздо важнее вещи Это здоровье всей планеты, а потом уже все медали олимпийские, в том числе и все соревнования Я считаю, что это очень хорошие слова и очень хороший пример именно спортсмена с мозгами Который довел и доводит до нас о том, что есть вещь важнее гораздо, чем спорт Мы должны понимать, что здоровье самое важное, а все остальное уже потом Д�ьми Продолжение следует...